Блинчики, пирожки Мой Димочка сам при помощи меня готовил эти печенюшки песочные. Мы готовы их даже за бесплатно давать, но все-таки это ярмарка, деньги подают на благотворительность. Он очень готовился, а наряд подбирали согласно нашему региону. То есть если был запрос на бессарабские костюмы, то я думаю, что Бессарабия и Украина далеко друг от друга не отошли и в принципе одинаковы. Поэтому вот подобрала себе вот так. Бессарабская ярмарка – традиционное осеннее мероприятие в школе-гимназии МРИ. Она собирает вместе детей, родителей и педагогов, объединяя всех одной доброй целью. Все, что мы выручим сегодня на ярмарке, мы передадим в благотворительный фонд «Дорога к дому» и фонд «Седьмого интерната». Это наша давняя традиция, мы от нее не отступаем. В программе не только вкусности, но и песни, танцы и инсценировки. Все на украинском языке. Так в МРИ завершают предметную неделю филологов. И пока кто-то проникался украинским колоритом и угощался традиционными блинами, другие активно напоминали. Бессарабия многонациональный, а оттого неизменно гостеприимный край. Торгую шашликом, очень вкусный шашлик. Торгую сулугуни, торгую тархун, национальный наш напиток. Торгую томатный сок с шашлычком. Еще кавказская аджика, торчин томатный. Еще торгую, еще одна кавказская аджика, еще вкусная аджика, вкусный торт «Наполеон», вкусный чай, вкусный чай клубничный. Ну а после сытного угощения и концертной программы всем мужчинам предложили спортивную забаву. Желающих посоревноваться в силе и перетянуть канат на свою сторону оказалось много. А возглавил состязание настоящий специалист по этому виду спорта. Им по совместительству оказался главный мангальщик мероприятия. Вот так дружно, сытно, культурно и полезно можно проводить время в школе, помогая при этом тем, кто всегда рад любому вниманию и поддержке.